а прекрасно мы уже в эфире очень я ожидаю этот эфир сейчас владимир майков присоединиться к нам уже приветствую первых посетителей прекрасно вашу рукой вашу машу в ответ я сегодня безумно воодушевлен и даже трепещу предвосхищаю сегодняшний динамичный разговор сейчас володя выйдет на связь и мы начнем с представления и покатимся дальше приветствую приветствую как быстро набираются вероятно ожидали эфир это очень приятно здравствуйте здравствуйте ожидаем подключение володи так володя майков уже здесь под привет дорогой привет дорогие до склоняюсь склоняюсь к ним ногам дорогие друзья мы начинаем эпохальную встречу очень долгожданную очень вы не представляете в каком трепете я сейчас нахожусь потому что перед нами человек который своими глазами воочию видел всех мастодонтов и трансферциональной психологии всевозможных разных направлений и психологических не видел вадик в наше время благодаря тебе все благодаря фильму о котором мы с тобой обязательно поговорим голос который подойдет и я но позволь мне сейчас раскланяться и представить тебя во всех твоих во всей россыпи твоих регалий да и прежде всего благодарность к этому человеку у меня бесконечная именно потому что он первый кто еще в 2003 году прочел текст моей книги самоосвобождающаяся игра от которой все отбрыкивались все издания отбрыкивались с пренебрежением и он единственный и первый сказал я издам эту книгу но это же был шедевр очевидно но вадим дай мне договорить пожалуйста но вадим знай его он будет воспринят и взорвется только через 10 лет я конечно увядшим взглядом протянул ему этот текст он его издал но представляете какая игра мысли фантастическая какое дальновидное видение да и в 2014 году как раз вышло второе издание этой книги и вот тогда уже она превратилась бестселлер покатилась одно издание второе и третье и поэтому володя мои аплодисменты тебе низкие поклоны благодарности и моя честь быть привратником у тебя да и фанал знает что я бесконечно бесконечно буду всячески говорить и глошатойствовать вокруг просто из моего сердечной дани и благодарности итак мы на территории проекта димчок диалоги сегодня у нас в гостях величественный мастер которого я вас уверяю не упаковать в один час не упаковать поэтому мы будем разбрызгиваться наверное только какими-то искрометными брызгами да я буду подбрасывать бенгальские огни в костер и володя прости мне что я буду тебя обрывать на некоторых разливах твои океанической мысли именно из желания охватить как можно больше ракурсов зацепить крючками чтобы потом уже люди потянулись уже к источникам уже на твоих курсах книгах и так далее и так далее да это я хочу захлебнуться сегодня в объеме твоих знаний и я действительно знаю что они океанического разлива да и коснуться как можно больших тем и так димчок диалоги этнигров тебя сократец я хочу спросить в чем сила грома что постиг ты шекспир король лир да это маленькая цитата и и теперь пожалуйста первый вопрос когда я спросил тебя как тебя представить ты очень игриво какой-то такой очень велеречивый вот схитивший меня формулой сказал поводырь по бездорожью иллюзий и фабриком реальности трансперсонолог и дилетант широкого профиля гид трансперсонолог да пожалуйста расшифруй но мы же все любим путешествовать путешествовать по поверхности земли путешествовать по внутренним мирам но я тоже любитель путешествий как и все и поэтому большую часть своей жизни я в этом провожу и кое-какие маршруты я узнал проложил делюсь с людьми и другие путешественники которых тоже прекрасно знаешь тимоти лири стэн гроф терренс маккена арни мендел и так далее замечательная плеяда мировых исследователей учителей и гидов по разным версиям реальности да они тоже делятся своим опытом путешествий тоже помогает тем кому интересно отправиться поэтому в каком-то смысле все чем я занимаюсь это конечно вот такого рода поводырство а по бездорожью иллюзий потому что основное состояние мира в котором мы живем конечно же конечно же это самсара конечно же это иллюзия конечно же это майя а как же иначе это наш вселенский плен ну если хочешь это матрица в которой мы живем или программа где мы функционируем но тем не менее это и есть настоящая тюрьма это мягкая власть почему же дилетантство то вот это слово меня почему-то как можно претендовать когда я снимал интервью с великими мастерами просветленными разных традиций мастерами трансперсональной психологии мастерами искусств в том числе у тебя и у паши монтиана мы беседовали но конечно же вот то что я слышал от великих мастеров было ну кто я такой я всего лишь начинающий и это говорили реализованные мастера великих духовных традиций ну кто я в сравнению с вами ну что конечно же я дилетант конечно же я понемножечку что-то где-то но но в этом моя особенность потому что быть дилетантом реально широкого профиля это профессионализм новый профессионализм я в этом бежен это соответствует моей миссии наверное которой играю в этой жизни моей роли вот в этой космической спектакле поэтому я думаю что вот для такого современного поводырства к реальности это одна из очень таких удобных ролей для меня это очень щемящая метафора на самом деле я артист как ты понимаешь да и люблю понтить на ну в каких-то в каких-то темах без этого конечно же это искусство невозможно да и я конечно же оправдываю это ну и элементом мастерной гордости и желанием видеть и себя и других на максимально высоком уровне в этом есть целый аспект технологий и поэтому дилетант-трансперсолог широкого профиля меня конечно же задело да потому что я знаю насколько глубок и настырен твой мозг да пробуравливая такие уровни скважин и достигая таких глубин что этим можно гордиться да и приносить миру это всего лишь следы каких-то мазков великой реальности это слабые тени вообще того что остается оседает в наших мозгах поэтому говорить о том что это что-то из себя представляет по моему ну это романтизм определенного рода я считаю что мы все в общем то достаточно ограниченные существа но вот некоторые из нас такие как ты например и другие мастера с которыми мне посчастливилось встретиться соприкоснуться в своей жизни они знают во первых что они ничего не знают во вторых они стремятся избавиться от этого неведения и в третьих они исследуют мировые и собственные пути о том как это избавление возможно в этом смысле вот в жизни таких людей больше драйва мне они более симпатичны поэтому вот мне кажется что дилетант дилетант рознь но вот широкий профиль в этом есть какая-то но исходная позиция это чем-то перекликается с таким высоким идеализмом какой-то такой целостности о которой мы читаем в великих книгах типа там вот книги которую я совсем недавно читал что-то там было про даймона про какого-то и такой автор со странной фамилией из документа но мы об этом поговорим поговорим я я этот секретик упаковываю еще держу в секрете мы к этому подойдем нужно разогреть сначала аудиторию подбросить ну как сказать температуру поднять итак вот была визитная карточка моего сегодняшнего гостя владимир майкл дамы господа да и теперь мы переходим к теме я хочу расшифровать тему на которую вероятно очень многие люди ну клюнули как на червячка и так далее алхимия творчества музы и даймон да и давай начнем расшифруем с первой части да алхимия творчества что для тебя творчество то ли это что и для меня как основа фундамент ядро да или ты это распаковываешь еще шире алхимия творчества первый вопрос творчество это основная характеристика жизни творить это и значит быть живым это и значит жить по-настоящему жить на всю катушку как в детстве когда мы не знали сколь много ограничений как велика пропасть в которой мы оказались поэтому для меня творчество быть творить реализовать себе творца это и значит откликнуться вот на этот зов вселенной которая обращается к нам с начала человеческого детства то есть 50 тысяч лет назад когда sapiens когда воображение вспыхнуло в нас когда мы перестали быть рабами органов чувств когда впервые мы стали общаться во внутреннем мире когда возникли семена фантазии в нас которые мы выплескивали на стены пещер в которых мы жили и появилось первое искусство вот следы этого первого искусства пещерная живопись это были первые творческие акты человека это был первый отклик на призыв того что вы тоже можете вы бесконечны и мы стали этому внимать поэтому творчество для меня это и есть начало отклика и процесс то как стать бесконечным поэтому в творчестве мы обязательно схватываемся с тремя главными врагами человека это смерть второе это безумие и третье это обыденность или нормальность и со всеми тремя врагами мы должны вступить в самые жестокие свадки можешь подробнее меня это очень интригует смерть безумие нормальность пожалуйста расшифруй хорошо смерть это конец впервые мы узнали судя по науке по археологии о смерти где-то пятьдесят тысяч лет назад но одновременно пятьдесят тысяч лет назад появились еще два мощнейших я даже не знаю два мощнейших проявления в жизни человечества это первое древнейшие погребения до этого времени люди не заботились об умерших как животные после этого времени что-то произошло и сапиенсы стали хоронить своих усопших более того в могилу стали класть предметы одевать заботиться то есть они стали понимать что со смертью тело жизнь не заканчивается или стали в это время верить и постепенно появились путеводители по посмертной жизни по путешествиям и по последующему возрождению и трансформации дальше в это же время появилось первое искусство пещерная живопись при единстве этих событий и в это же время появился шаманизм при единстве этих событий шаманизм творчество пещерная живопись и древнейшее захоронение позволяет нам утверждать что это и есть точка омега человека творца человека созидателя человека который стал современным это начало проекта Homo Deus Бога человечества поэтому первым звонком это была смерть почему смерть так важна потому что смерть это конечность это конец всего и в то же время мы не можем осмыслить конечность мы не можем пережить конечность без одновременного соприкосновения где-то первоначально в пространстве с бесконечностью без бесконечности конечность не понять не осмыслить и не пережить и чем глубже мы погружались в конечность чем больше мы помнили момента моря о смерти тем в большей степени распахивались врата к все большему и большему миру поначалу это был мир язычества мир богов которые были бесконечны бесконечность была вне мира человека в высших существах но через десять тысяч лет жизни с богами мы открыли что мы сами боги появились мировые религии и Будда Христос Махавир Шантаракшита Гурананак показали пути каждому человеку к открытию своей бесконечной божественности через непрестанное творчество поначалу это творчество Безумие Безумие Я хочу использовать как можно больше информации потому что более подробно я уверен люди уже будут подчерпывать из своих курсов где это можно спокойно пошагово изучить потому что я то из твоих из твоих из твоих из твоих из моих из моих безумие безумие мы живем в обычном мире в каждодневной реальности все новое приходит всегда через измененное необычное состояние сознания которое является для нормального человека чем-то иным безумием необычным Мы живем, я имею в виду, в современных европейских людей, в формате иудео-христианской цивилизации, то есть монотеистической религии. Формула творения этого мира – один Бог, один человек. Это радикально отлично от даосского формата, от буддийского формата, где нет абсолютного субъекта, и поэтому нет абсолютной верховной инстанции, определяющей, как нам жить. И поэтому в этом мире, по образу и подобию божественного, высшего источника, единственной формой раздвижения себя является многоликость, то есть в каком-то смысле уход в язычество и соприкосновение с иными себя, с иными богами, то есть тотальный феномен множественной личности. И через это возрождение своей собственной целостности, путь которой невозможен в монотеистическом пути. Недаром Филомен, гностик, даймон, юнга был язычником, потому что найти правду в этом монологическом формате невозможно. Именно поэтому в европейской культуре тайна безумия всегда сохраняет тайну творчества, но наш страх перед безумием блокирует полностью все наши творческие возможности. Либо наше незнакомство с безумием приводит к тому, что мы сходим с ума, вступая на путь настоящей творческой, раскрепощенной жизни. Мы не удерживаемся, мы не знаем центр, мы не испили все крайности. И поэтому серединный путь творчества, серединный путь жизни закрыт для нас. Меня приводит в восторг, конечно, энергия, с которой ты излагаешь это все. Потому что видно, насколько сердечно у тебя раскаленный уголь внутри. И в каком-то смысле, наверное, это райтит меня с тобой, потому что я тоже захлебываю от тех знаний, в которых я убежден, и которые мне так хочется распаковать и разбрызгаться. И мне кажется, что это так просто. А что для тебя безумие? Я все время натыкаюсь на то, что это непонятно, это требует объяснений. Но как же перейти эту грань? Что же такое многоликость? И вот сейчас, я надеюсь, я подвожу тебя уже к третьей фазе, которую ты перечислил. Обыденность. Обыденность. Конечно же. Современные психологические исследования обнаружили, что главной причиной, блокирующей наше творчество, является наше собственное представление о том, что я не могу. Это невозможно. Так не положено. В мире этого не существует. Это просто фантазия. То есть совокупность самоограничивающих представлений. Стоит их сменить. Стоит иметь другой раскрывающий опыт. Стоит прикоснуться и пережить жизнь творца здесь и сейчас. Попасть на концерт Дим Чога, спектакля «Гамлет» или спектакль выступления импровизации Бобби Макферрена. Это театр импровизации. Это суть творчества, импровизируя. И мы оживаем. Одно это способно освободить нас из клеток наших ложных представлений. Поэтому необходимо... Мы живем в обыденной реальности. Мы уважаем эту реальность. Мы общаемся с ней. Это необходимый элемент нашего мира. Но не нужно быть пленником обыденности и пленником реальности. Здесь я спрошу тебя очень-очень болезненная тема. Это конфликт творческой реальности. Назовем ее так. И обыденной реальности. И это без напротиворечий. И это попытки обыденной реальности заковать и уничтожить творчество. И эти неуничтожимые попытки творчества сломать реальность. Вот где этот... И у тебя, я знаю, у тебя целая система, которая демонстрирует этот баланс, эту настройку. Вот несколько слов о том, как же удержаться на этой грани, не изменить творческому порыву многоликости и все же не стать преступником в мире обыденности, так скажем. Реальность Вселенной бесконечна. Существуют бесконечные способы творческого проявления. Пути творчества неисповедимы, как и пути Господни. Мы могли бы перефразировать известное выражение. Шуньета – бесконечная потенциальность. Поэтому все возникает и может проявляться в неизмеримом количестве всевозможных форм. Но, как говорил Дон Хуан, из всех путей наставления, да, человеку знания будущему Карлосу Кастанаде, выбирай тот, где есть сердце. И все остальные пути приведут тебя в никуда, разрушит тебя. Дзенский Куан – до просветления пилю дрова нашу воду, после просветления пилю дрова нашу воду. Что изменилось? Это означает, что изменилось внутреннее состояние, но внешне мы не враги, мы не вступаем в конфликты, мы уважаем людей, уважаем реальность. Мы не выставляем бесконечное количество образов, прообразов и проявлений. Мы не шокируем этим людей, мы не эпатируем. Мы нормальные люди во внешнем проявлении. Пилим свои дрова и носим свою воду, но внутри нас уже бесконечность. И если до этого я жил в клетке, восприятие, в сенсорном закованности, в концептуальных рамках, то если я в контакте с своей собственной бесконечностью в силу того, что я и мир, я и ты, я и зрители, я и вселенная вместе рожденные, то мои оконы не распахнуты. И я не погружаюсь в клетку в своих представлениях. Я един со своими представлениями. Я уже не разделяю вот тот единый поток, глубинный, на себя и всех других. Я в едином потоке, в континуме всего переживающего, в недвойственном состоянии. Я просто танцую в этом потоке. С разных сторон, как великолепно в приложении «Гимчок» твоим голосом, глашатуют великие учителя, недвойственные традиции. И это и есть алхимия творчества, да? Вот мы сейчас определили, да, чтобы людям было понятно. Нет, не совсем, потому что алхимия – это один из инструментов творчества, но она ни в коем случае не исчерпывает все творчество. Как известно, алхимия – это практика, которая проистекает из древнейшей традиции человеческой, которую в Греции называли метаморфозами. Превращениями, преображениями, которые на всей Земле известны, как традиция алхимии внешней превращения нечистого в чистый с помощью философского камня. Это ключ. А в восточных традициях величайшими примерами алхимии является тантра, индийская тантра, ныне это кашмирский шиваизм и буддийская тантра. Это практики преображения. И философский камень, например, в люпус, в традиции Юнга, он же, как мы знаем, глубоко исследовал, это сущность человека, это знание истинного я, это алмазное тело, это истинная природа реальности в тантризме. Если ты знаешь, что ты есть на самом деле, если ты полностью здесь, сейчас, не ограничиваясь здесь, сейчас клетками своих представлений, концепций о том, чем это должно быть или что это есть, тогда ты вечно живой, вечно меняющийся, и все, с чем ты соприкасаешься, очищается, то есть плена скрывается и все разворачивается в бесконечном игре, и в бесконечном количестве любых подробностей. Как сама жизнь? Наслаждаюсь, любуюсь, аплодирую, каждое слово попадает внутренне, у меня вибрирует все. Это свои слова, я сегодня прочитал об этом в твоей книге и кое-что запомнил. Да-да-да, мы смотрим все просто как в зеркало, и все резонанс невероятный. Великолепнейшая книга, потрясающая. Это, вот ты знаешь, что я подумал, что вот в самосвобождающей игре ты выражал свои сокровенные мысли на универсальном языке философии, культуры, религии. А вот, открывая Даймона, после вот этих 20 лет работы в твоих замечательных проектах, я имею в виду, конечно, Мистер Фримен, Фрэнки, Орли Киняда, театры, игры, ты уже выражаешь своим языком послание космоса. Вот это большое отличие. Там ты выражал свои мысли на языке универсальном, человеческом, религиозном, а здесь ты выражаешь на своем языке послание космоса. Превосходно. Совершенный перевод. Как я чувствую, это уже мягко. Это уже дарит. Обратную связь, пользуясь случаем, поскольку, ну, не все, может быть, знают, Вадик является голосом великих учителей во всех трех моих фильмах и в «Танце бесконечности», и в «Инструментах эволюции», и в «Тайне Карлоса Кастанеда». Именно благодаря его голосу у нас, русскоязычных, есть возможность напрямую общаться, потому что вот твой величайший талант в том, что ты можешь быть, когда надо, совершенным телефоном, не окрашивая собою Грофу, например, или Чобьяла Намхайнарбу, ты служишь, ты транслируешь, точно так же, как в приложении Демчук, ты оглашаешь эти учения в пространстве. Выбегаешь чуть-чуть вперед, я хотел спросить тебя о трилогии, это целый вопрос, да? Хорошо, мы еще вернемся. Эволюционная кинотрилогия твоя, да, я хотел это понять, да, но мы сейчас еще находимся в рамках названия, которые мы распаковывали. Мы распаковали «Алхимия творчества». Прости, я тебя, ну, как бы так, ну, градирую, да, чтобы людям было немножко понятно, потому что поток захватывает люди в эмоциональном контексте восприятия, да, и немножко теряют контекст. Поэтому я очень четко раскладываю по полочкам, и я действительно очень готовился к нашему разговору, понимая, насколько ты магнетичен и потоков, да, поточен, да, и можно захлебнуться в обширности твоих знаний, да. «Алхимия творчества» прошли тему. «Музы» и дальше будет и «Даймон», да, «Музы». Это, наверное, моя самая любимая тема. Да, сейчас, немножко шаг назад про алхимию. Мы еще мало что сказали. То есть, с одной стороны, это практика преображения, с другой стороны, она имеет внутреннюю структуру, потому что вот это получение новой целостности, то есть, согласно алхимии, андрогена, образами которого является король и королева. А на сущностном сокровенном уровне, да, анима и анимус, шива и шакти, он и она, совершенный союз божественных противоположностей, которые только вместе проявляют свою сущность. Но они настолько нераздельны и настолько свободны, что они постоянно танцуют. Это единственная форма их сосуществования для свободных существ. В свободном танце, и танец это единственное, что их объединяет, да, творческий танец. Поэтому вот образами, сокровенными алхимией является, конечно, создание андрогена. Это и в романе Майеринга, например, «Голем», одну из наших любимых, и в книгах Юнга, потрясающих, особенно в Красной книге его, где он раскрывает тайны своей жизни и внутреннюю лабораторию, свою внутреннюю алхимию, потому что он, конечно, величайшая алхимия, безусловно. Он говорит с Филимоном, как раз со своим даймоном и так далее. Да, поэтому, и, конечно же, если посмотреть вот восточную алхимию, то есть практику тантр, то там открываются такие бездны, то есть путь, три уровня тантр, там тантр начального уровня, среднего, высшего уровня, и, наконец, недвойственные пути самосвобождения Махамудры и Дзокчен, которые вбирают потрясающие глубины, потрясающий символизм, методы практики, знания и так далее. Но все это путь преображения. И что нам необходимо для знания преображения? Сущностное, прямое, практическое, личное знание философского камня. Без этого этот путь невозможен. Скажи, пожалуйста, где это можно более подробно изучить, вот в частности, в контексте твоих знаний, твоих классов? Есть две, три замечательные книжки на русском языке. Это «Феномен игры» и «Открывая даймона». Прилагающие практически инструменты. И потрясающая книжка, другая на русском языке, «Чегьяла нам хайнарбоу». «Кристаллы путь света». Там детально объясняется, что такое прямое открытие сути. Ну, а, конечно, также книга знаменитая Георгия Ивановича Гурджева «Жизнь реальна, пока я есмь». Вот я есмь – это и есть самое главное. Я имел в виду продукт-плейсмент твоих курсов, потому что тебя, конечно же, нужно съедать по кусочкам и не такой интенсивностью, как сейчас. Где последовательно можно получить эту информацию? На каких курсах? Инструменты эволюции? Я хочу, чтобы ты рассказал, и чтобы мы перешли к книгу. Конечно, конечно. Я же говорил, что то, чем я занимаюсь, я, вот ты в книжке «Открывая даймона» пишешь, что тебе отчасти спектакль, который ты делал 7 лет и который в каком-то смысле вот так закончился, помог понять, кто ты есть, и открыть вообще всю панораму, и поставить Гамлета. То есть после какого-то смысла, и с одной стороны, краха этого спектакля, ты родился вновь, и вот появилась книга Даймона. И я, собственно говоря, понял, кто я и чем я занимаюсь тоже сравнительно недавно, только три года назад. Я долгое время думал, что я ученый, я закончил физтех, я философ, защитил диссертацию, я транспарсональный психолог, мастер холотропного дыхания, действительно все это было. Я издатель, и даже твою книгу издал, горжусь этим, и много других замечательных книг. И потом обнаружилось, что я не то, не то, не то. Я думал, что я кинорежиссер, потому что снял первый свой фильм «Танец бесконечности». И вот потом на меня вдруг обрушилось, что я, оказывается, эволюционер. То есть все, что я вот по крохам набирал во разных областях жизни, было мне необходимо, чтобы понять все инструменты эволюции и все поле развития, которое человечество исследовало и собирало всю человеческую историю. И у меня нет другого выхода, как просто начать этим делиться. Но коль скоро это ко мне пришло и выливается из меня. Вот так родился фильм «Инструменты эволюции» и курс «Инструменты эволюции». Это вот такой «Evolutionary Toolkits», то есть необходимый набор знаний и практик для эволюционера, то есть человек, который хочет развиваться. И в этом курсе я впервые представляю полное человеческую ситуацию и полное пространство человеческого развития. И шутка жизни состояла в том, что, как и многие люди, я думал, что высшее развитие это духовное развитие, это просветление, это пробуждение, это вот оно, Восток дает нам образ этого. И с 82-го года, с тех пор, когда я получил посвящение его святейшество Далай-Ламы, я практиковал, 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 результатов не было. Потом мне страшно повезло в 90-м году встретить Чок Яланом Хайнаргу. Я был воодушевлен. Были результаты, но потом опять все как-то перестало развиваться. И я с удивлением, горечью, разочарованием, вдруг, оглядываясь внимательно, вдруг стал обнаруживать, что не только у меня нет просветления до него, ой, как далеко, но и у всех моих близких друзей, последователей, великих просветленных мастеров. В этом у меня нет никакого сомнения. с ними просветления тоже не случилось. И я стал реально думать о том, почему великие духовные учения, которые вот так прекрасно работали во времена Падмасамхавы, во времена Будды, во времена Гурунанака, во времена Шантаракчарьи и даже в прошлом веке в Тибете в наше время таких плодов не дают. И постепенно, ну потому что я дурак, инвалид умственного труда, и до меня все доходит довольно-таки долго и мучительно порой, я стал понимать, что дело-то в нас. Ведь за две тысячи лет со времен Христа или две с половиной со времен Будды мир-то изменился. И у нас уже другие якоря, другие клетки, другие коренные идентификации в буддизме, в классическом буддизме, в классическом тандризме не было знания о том, как работать со смартфонами, с медиарабством, как выйти из нашей теперешней матрицы. И поэтому нам необходима новая полная карта человеческой ситуации и новых методов освобождения и развития. Вот что я понял, и делать нечего. Худо-бедно, как могу, я стал эту карту собирать, потому что, к счастью, я теперь понимаю, что вот мой внутренний даймон вел меня по этому пути, и то, что я думал, что это незавершенка, лень, тупость, просто бегство от скуки, переключаясь с одного дела на другое, это на самом деле знакомство со всем полем жизни, поэтому я немножечко и артист, немножечко занимаюсь эволотрубным дыханием, немножечко издатель, немножечко бизнесмен, немножечко нормальный человек, немножечко артист, немножечко тупяк и так далее. Но вот из всего этого наконец сложилась реальная картина, и поэтому инструменты эволюции это вот первая попытка, это, конечно, не какая-то завершенная вещь, я уверен, что все люди, которые окунутся в эту тему, они дополнят, построят, разовьют, я своим курсом приглашаю их к этому, чтобы всем вместе наконец-то стать эволюционерами. И вот после того, как все свалилось, я по-иному стал понимать и тебя, и твое великое творчество, я понял наконец-то, что ты создал эволюционный театр в мире, потому что, и я всегда сейчас говорю последние три года об этом, потому что раньше для меня ты был великий Фрэнк и шоу, многоликий, протеи, который вот так мастерски все это проявляет, а потом я понял, что это важнейший инструмент развития, и ты давно уже, наверное, великий просветленный мастер в некоторые времена, конечно, жизни, не всегда этого пути, потому что искусство является, я понял, искусство является высшей эволюционной практикой, я это подробно объясняю и обосновываю в своем следующем курсе о творчестве и выражении, который тоже скоро буду вести онлайн, выше, и оно выше, чем духовные практики, чем научные практики, чем бизнес, выше всего. На самом деле ты обезоружил меня вот этой своей речью, потому что ты ответил на целую серию моих вопросов, которые я заготовил, я заготовил и про Даймона, и про методы всевозможных восточных путей, которые почему-то неэффективны на территории западного человека, западной ментальности и так далее, и чуть-чуть возвращаясь назад и все-таки пытаясь тебя схватить твою мысль и развернуть ее более точно, потому что меня тоже очень болезненно напрягает, настораживает и трогает эта тема, что огромный пласт моих друзей очень настойчиво, очень преданно практиковавших и кутийские, и индуистские направления все-таки транслируют некоторую беспомощность в западных средах и так далее, то есть они не транслируют того бесстрашия, того покоя, той настойчивости, той егической воспетой в таком количестве песен реализации и так далее, и чтобы ты посоветовал бы или как эту грань преодолеть или что сказать этим людям или за что зацепиться, прокомментируй пожалуйста этот контекст еще более очень просто, в двух словах просто быть реальным, вот и все, больше ничего, не быть просветленным, не быть творческим, не быть безумным, не быть экстравагантным, не быть ребенком, все это есть, да, но самый главный номер один быть реальным, поэтому, например, мой большой проект жизни, теперь я называю homo realitas, то есть человек реальный это не фабр, не люденс, не играющий, не мастеровой, не сапиенс разумный, не homo transcendus, как я когда-то называл человека и человечества, человек преодолевающий, введя этот нелогизм в книжке своей как раз по трансперсональному проекту, человек реальный, потому что и все на пути к реальности может быть играть роль инструментов эволюции, потому что наше развитие по множественным путям, творческим путям, это самое главное, как раз и помогает нам становиться все более и более и более реальными, это, мне кажется, самое-самое-самое простое определение. Для меня тоже очень, я очень много слышал этих реплик, то, что самая большая боль, и это действительно очень глубокий уровень, ну, дискомфорта современного человека на сцене современного мира, это боль от отсутствия реальности, то есть люди перестанут чувствовать себя реальными, да, все вокруг иллюдорное, все настолько, ну, просто выкалывает глаза, просто вот вибрирует и доказывает отсутствие реальности, да, и схватить, где же я реальный, и это, конечно же, требует какого-то пути, какой-то технологии, да, которую ты, наверное, предлагаешь в этапах эволюции, да. Разумеется, конечно, они, технологии-то универсальны, просто некоторые инструменты более, более простые для современного западного человека, живущего в той клетке, которая называется современный мир, и особенно мегаполисы, то есть большие города, в которых они имеют свою структуру, потому что, как когда-то Владимир Ильич говорил, помнишь, коммунизм, это есть советская власть, плюс электрификация всей страны, мы могли бы сказать, что вот наша реальность, это тра-та-та, вот такая-то власть, не будем говорить, какая, плюс смартфонизация всего мира, то есть мы живем здесь, вот в этой реальности, это медиа, помнишь, в револьвере Мистер Голд, да, и знаменитые три-четыре фабрики реальности, символизируемые, Голливуд, он же Болливуд, раз, другая ипостась там, да, Лас-Вегас, это для медиарынка, для рок-артистов, взлетная посадка и для всевозможных выставок, и Диснейленд, фабрика реальности для детей, вот они, три фабрики, которые показывают нам через все медиа, что такое реальность, и мы живем в этой тюрьме, в неведении, это самая страшная космическая тюрьма, и мы опутаны со всех сторон медийными сетями, прежде всего, самыми страшными, живем в медиарабстве, а также, конечно, биологическими сетями, человеческими, и духовными сетями, духовным рабством. Посмотри, сколько духовно помешанных в современном мире, которые убеждены о том, что вот это вот ключ к спасению, они бегут, они занимаются, вот этим, бросают то, что есть у них, и сидят месяцами, годами в монастырях. Это очень хорошо, это очень правильный путь, но односторонний для нашего времени. Сколько людей, которых я называю духовно помешанными, то есть ререхнувшимися, йогнутыми, грофоманами, ну и так далее. Сам я был грофоманом, и сколько там с кондачка говорил о величии грофа, пока там сам не получил хороший божественный хук отшива через руку грофа. И это помогло мне стать реальным, но понять, чем же я занимаюсь, в конце концов, перестать быть чисто глашатаем людей, а стать глашатаем реальности. Это самое важное, мне кажется, для тех людей, которые ищут свой путь. Конечно, поэтому мы начинаем разбираться, начинаем с себя, с отношений и используем откровения людей, самый точный инструмент, в том числе научный инструмент, для меня это тоже очень важно, в том числе инструмент искусства. Еще ты коснулся одной темы, которую я тоже хочу сковырнуть, и чуть-чуть надрезать скальпелем, так скажем. Ты коснулся такого словосочетания, и вот, по-моему, через меня таким образом струился мой даймон. И у меня в книжке, конечно, очень много, я целую россыпь делаю о разных великих людях, о разных знакомых, о себе, я рассказываю, как впервые сам почувствовал присутствие кого-то, кто знает обо мне гораздо больше, чем я могу осознать, эти три процента способности осознать весь объем своих глубин. Спасибо за эту книгу, между прочим, потрясающая книга, потрясающий язык, и ее просто, от нее невозможно оторваться. Спасибо тебе, но сейчас речь о тебе, да, и когда ты почувствовал, и я хочу какую-то историю, или, ну, это всегда же очень щемящая тема, да, когда я вдруг почувствовал, что через меня струится некое призвание, предназначение, некое понимание того, что я должен заниматься именно этим, и я почувствовал эту вибрацию, да, что, собственно, я стараюсь реанимировать в этом названии даймон, да, что у человека появляется некий зов, некое знание его таланта, его призвания, которое можно, ну, излишне эпично назвать гением и так далее, но некое понимание того, что я, вот это мой путь, да, и я в это, и вот я почему восторгаюсь именно твоим напором, да, твоей яркостью выражения, потому что я понимаю, насколько человек безумен, бесстрашен в манипетации того, что он открыл, и я абсолютно уверен, что это говорит даймон, да, и вот можешь коснуться вот этой темы, мой даймон. Привет нашему даймону от вашего даймона, вашему даймону от нашему. Значит, первый раз, наверное, я с этим соприкоснулся в шесть лет, когда вдруг как-то я отошел от группы людей в детском садике, мы играли в стороночку, взглянул, взглянул на небо и вдруг потерялся в небе, я так высоко туда взлетел, посмотрел на жизнь, на человечество, на себя, на взросление, на свою смерть, понял, что я тоже умру в шесть лет, я понял, что я тоже умру, и я вернулся уже другим, мир полностью изменился, и более того, он тот же самый прямо сейчас. Вот сознание, которое во мне родилось тогда благодаря этому полету, взлету, оно то же самое. Изменились формы, изменился опыт, изменился язык, изменились возможности, что-то пришло, что-то ушло, но вот самосознание в основе то же самое. И еще, мне тогда же стали сниться сны, я помню, повторяющиеся, связанные с полетами. Полеты, полеты, полеты на бреющем, полеты, стремительные взлеты, полеты в космос, постоянные полеты, постоянные наблюдения, и эта тема теперь со мной всегда, я всегда летаю в своих снах. Поэтому я думаю, что это вот первые такие вот самые отчетливые представления. Ну и затем, конечно же, это влечение уже в детстве проявилось в разные сферы. С одной стороны, искусство, очень любил живопись, отец прекрасно пел, поэтому я знал великолепно всю оперную культуру, но очень много читал в день по книге, как минимум. И с восьмого класса просто больной на голову наукой, особенно астрофизикой меня увлекал. Именно поэтому я пошел, поступил на физтех, потому что это единственный вуз в Советском Союзе, где была кафедра астрофизики. Но потом стал биофизиком, дилетант широкого профиля, закончил, изучая живое. Потом сразу философия, я уже переменился. На первом же курсе аспирантуры познакомился с подпольем, подпольем трансперсональным. Виталий Михеекин, переводчик Грофа, Рувим Сергачев, переводчик автобиографии йога Вивикананды и парного циклона, Вася Максимов, который к тому времени уже перевел четыре тома Кастанеды. То есть, замечательная прияда подполья. Я с ними был совсем близко, знаком с некоторыми, чаще общался, с некоторыми реже. Но вот тогда распахнулись эти миры уже конкретные. Много дверей в этом магическом театре реальности, которые каждая приглашала «Войди в меня, как у Германа Гесса». И вот пройдя через весь этот путь, как бы, ну назовем это сбор информации, да, то есть пазлы собирались, да, и тем не менее взорвалась полная картинка, как ты сказал, буквально вот какое-то время назад, да, когда произошла эта вспышка, как бы и ты увидел весь этот портрет целиком, да? Ну, надо было избавиться от нескольких цепей, то есть нужно было интенсивно, неистово, практиковая в духовных областях, убедиться в бессмысленности для меня этого пути, этой практики. Не работает, не дает просветления. Нужно было получить мощный хук от своего возлюбленного учителя Станислава Грофа и выжить после этого, потому что только выжив, ты можешь продолжать. Я был сражен, но я выжил. И нужно было пройти невероятные испытания на пути творчества. Вот я решил стать кинорежиссером, потому что не мог смотреть на те фильмы, которые помогал снимать, потому что результат на телевидении был не тот, что я видел. И поэтому я решил снимать свой собственный фильм, не имея к этому никаких даров, никакого образования, никаких талантов. Вот будь добр, расшифруй, пожалуйста, накопить, потом разрушить это, отказаться, разувериться, да, или что? Вот что это за этот момент, который перед проколом, да, когда взрывается, наконец, в целостную картину, да, нужно соприкоснуться, наверное, в бездну, то есть весь твой мир в каком-то смысле рушится, знакомый мир рушится, но потом возрождается, и возрождается он через творчество, и уже в этом творчестве проявляется как раз уже твой даймон, твой путь, который ведет тебя, и поэтому фильм, я думал, что это вот, я сниму один фильм, поскольку я снимал его пять лет, и ты помнишь, как это мучительно происходило, сменил несколько команд, ты хорошо знаешь, ты сменил столько театров и команд и так далее, и проектов, и, наконец-то, я нашел свою команду, и, наконец-то, был готов фильм, и ты блестяще его озвучил, и была премьера, и год с лишним я показывал фильмы на главных площадках России и мира, я слушал его сам свыше 50 раз, и, конечно же, я монтировал его и снимал все диалоги, и, ты знаешь, я что-то начал понимать в просветлении, в пути, в реальности, ну, тупой, поэтому мне нужно было много раз повторять, и я понял, я после фильма думал, что я все, с этим завязал, потому что, ну, так мучительно и так тяжело все было, но через полтора года я стал чувствовать толчки, 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 и этот процесс стал необратим, и на меня обрушилось знание, о чем должен быть следующий фильм, это вот озарение в эволюционное видение, в инструменты эволюции, и я стал снимать, но параллельно я стал снимать другой фильм, это тоже вот такой, как я понял, мой творческий метод, снимать два фильма, дополняющих друг друга, я стал снимать «Тайну Карлса Кастанеды», это тоже очень важная вещь, с одной стороны, это выражение моей глубокой благодарности Кастанеда и Дону Хуану, вообще всей традиции, которой я сыграл такую громадную роль и в моей жизни, и в жизни десятков миллионов людей во всем мире, с другой стороны, это знание о том, что я могу внести ясность, столь важную для всех людей, в эту чрезвычайно запутанную и заболтанную тему, потому что мне страшно, опять-таки, повезло, я везунчик по жизни, мне повезло встретиться с великими учителями, и мне повезло встретиться с ближайшими учениками Кастанеды, которые почему-то вдруг, я этого не ожидал, но рассказали мне такие вещи, которые, ну, необходимо, это предполагало, наверное, то, что я поделюсь этими вещами со всеми людьми на планете, это очень важно, и вот так я снял фильм «Тайна Карлса Кастанеды», и тайна, это и есть главная тайна его жизни, это его великое открытие о человеке, о пути к реальности, он был великим учителем реальности, вокруг него столько бестолковых сплетен, слухов и домыслов, и нужно было просто показать реального Кастанеда. Осталось у нас буквально девять уже минут, к сожалению, видишь, как время летит, и почему я это все сжать, чтобы максимально вытащить из тебя как можно больше вот этих вот крючков, которые потом люди, конечно же, будут распутывать уже в непосредственном общении с тобой, и меня безумно интересует еще одна твоя фундаментальная тема, действительно, меня очень сильно воодушевляющая, это три героических путешествия. Извини, не могу тебя об этом спросить, у тебя всего ну, шесть-семь минут, да, чтобы потом мы еще завершили, пожалуйста, разлейся на океанном смысле. Я с радостью увидел в книжке, которую я не до конца дочитал, открывая Даймон, но почти дочитал, и сделал массу пометок, я в восхищении, и я в ней увидел карту пути героя Демчога, Вадима Демчога, своего друга и своего учителя, в мире выражения, в мире театра, в мире искусства. Помнишь, сколько великолепных спектаклей ты бесплатно сыграл на моих ежегодных трансперсональных конференциях? Потрясающе! Я до сих пор вспоминаю «Страсти по Алисе», по-моему, так называлась она. Бордо! Бордо для Алисы! Почему этого спектакля нет? Это гениальная пьеса, гениальные спектакли, и невероятные вещи. Так вот, путь артиста, конечно же, путь творца или путь созидателя, объединяющего там артиста, творца, познавателя, выражающего то, что он познал. Это героический путь. Но работая с картой путешествия героя, незабвенного, гениального Джозефа Кэмпела, я обнаружил, Кэмпел был юнгианцем всю свою жизнь, гениальным последователем Юнга, гениальным американским выразителем его идеи. И поэтому в своей карте путешествия героя он выразил путь бессознательного, индивидуального и коллективного. Вот эта карта, этого пути, то есть работа с энергиями, с драконами внутренними, которые сокрушат и человека, и человечество, если мы не победим их. Поэтому, но это еще не вся история, потому что с древнейших времен карта реальности, реальности трехмерная, нижний мир, средний мир и верхний мир, или ад, земля и рай. Небеса безграничны, иероглиф дауна китайском, это три линии, человек, это три линии, горизонтальных, соединенных, вертикальной линию. Земля, средний мир и небо. И поэтому не хватало в карте Кэмпела двух реальностей, человеческой, земной, экзистенциальной и божественной, небесной. И когда я стал изучать, то оказалось, что это разные, разные миры, разные структуры, разные цели, разные плоды и разные, разные путешествия. И поэтому мне пришлось просто воссоздать карты этих путешествий героя, описать их смыслы и так далее. Потому что, если этого не происходит, то мы живем, вернее, мы усиливаем эффект медийного рабства, потому что современная машина, мега-машина медиа через фабрики реальности Голливуд, Болливуд, Лас-Вегас, Диснейленд транслирует нам в основном в массе одномерную карту жизни людей, потому что они все воспитаны, обучены на модели путешествия героя Кэмпела. Так работает, например, карта Кристофера Воглера и многих других учителей, сценаристов и так далее, сюжетов. Поэтому вся мега-машина медиа работает по этому образцу и, соответственно, помещает нас в одномерное представление о том, кто мы. И единственный способ расколдовать, освободиться, выйти из этого медийного рабства, это стать большим, стать реальным. И это должно начаться прежде всего создателей медиа, с творцов, с артистов, с режиссеров, сценаристов, писателей. Они должны перестать уплощать и спрессовывать под одномерную модель человеческую жизнь. И, двигаясь в этом дальше, я обнаружил, что в человеческой области на самом деле существует шесть великих путешествий героя. Они соответствуют шести направлениям или измерениям нашего творческого развития. В духовной области существуют прежде всего пути, соответствующие великим мировым религиям и духовным традициям, а также открытые современными первопроходцами исследователей духовного мира. Путь интегральной духовности Кена Вилбера, путь холотропной реальности Станислава Грофа, путь танца даосского Арни Минделла, путь Майкла Мёрфи, путь Терренса Маккена. Это все великие исследователи духовного мира. И поэтому на самом деле карта путешествий героя намного более интересна, многомерна. И если она нам доступна, мы уже создавая произведения перестаем быть рабами одномерных представлений и транслируем людям всю полноту жизни. Конечно, великие художники, такие как ты, они живут не по правилам. Медиа, машина, они творят, исходя из своего контакта с жизнью, реальности и представляют ее. Поэтому, конечно же, и Матрица, и Вачевских, и Святая Гора Ходоровского и другие его фильмы, и многие другие замечательные произведения. И твои спектакли, они не подчиняются этому правилу, они реальны и пробуждают людей. Возлюбленный мой брат, друг, учитель и так далее, уже мы завершаем наш эфир, буквально осталось буквально две минутки, да, твое послание миру, чтобы ты очень хотел сказать вот прямо очень, вот несколько предложений, но очень точных, да, вот месседж. Будь добр. Живи, твори, импровизируй. Будь реальным. Это самое главное. Я преклоняюсь перед тобой, благодарю тебя за беседу, я уверен, что в этом проекте Димчок диалоги, естественно, в потоке флатоновского наследия, так скажем, да, мы встретимся с тобой еще и еще раз и пролонгируем эту тему, да. Я хочу задать тебе массу вопросов по твоей гениальной последней книге «Открывая Даймона». Неужели я зря читал? Я не получил необходимое количество ответов. В этот раз я хотел очень тебя выжить, да, всячески, да, максимально, чтобы заинтриговать ее аудиторию и чтобы они увидели это потрясающее шоу взаимозеркаленье на штормс, да, как мы отражаемся и как зеркались друг в друге, мы развиваемся, уважая ценя, да, и разливаясь взаимными открытиями, инсайтами и так далее. Я просто хочу сказать, насколько мне понравилось просто оформление этой книги, эти потрясающие иллюстрации конскости, эти крапинки большого текста везде, стоп, лови момент, энграммы, всегда обращение «Кто мы?» Если в каждом даймон, да, то «Кто мы?» вопрос тогда. И вообще это вселенский амфитеатр, где всегда аншлаг, как девиз один из девизов этой книги, потрясающе, потрясающе. Я просто поздравляю тебя. Спасибо тебе за продукт. Невероятная книга, невероятные успехи, я вижу невероятные новые тренинги и невероятный потенциал для каждого человека, который вдохнет сам дух этой книги, не форму, не какие-то отдельные, а дух книги, который просто брызжет из нее на каждой странице. Спасибо тебе, дорогой дружище. Спасибо за продукт плейсмен, да, то, что следующая встреча у нас в Димчок Диалоге как раз будет с Костей Камардиным, с художником, который оформил птиходелический театр, да, и так далее. И вот посмотрим, что он расскажет, да, и как его Даймон вел по направлению к этому целому пакету, да, визуальных, визуальных магнетических изображений. Прощаюсь с тобой. Низкий поклон, до встречи. Поклон, благодарность. Спасибо всем, кто был с нами. Удачи всем. Завершаем. Завершаем. Заверши.